Три насущных вопроса. 15 ноября 1990 года. В прошлый четверг, что у нас сегодня четверг, в прошлое воскресенье, кто-то задал вопрос о том, что нужно держаться за «я». И я сказал, представьте, что «я» — это веревка, вы держитесь за «я» и следуете по веревке до ее источника. Вы находите источник «я», и когда доходите до конца, то отпускаете ее. Кто-то упомянул, у меня было переживание. Я вошел в пустоту и чувствовал себя чудесно. Это правильно? А я сказал, нет, это неправильно. Я детально не останавливался на этом, и несколько человек звонили мне с вопросами, почему я сказал, что это неправильно. Разве мы не хотим достичь пустоты или нирваны или абсолютной реальности? На самом деле, мы не хотим ничего достигать. Нам просто нужно отпустить все другое, которое рассказывает нам, что нужно чего-то достигать. Пока вы говорите «я» пережил пустоту, это смешно, потому что когда вы по-настоящему испытываете пустоту, «я» растворяется и испытывать нечего. Вы понимаете? Да. Пока вы говорите «я» пережил это, или «я» пережил блаженство, или «я» чувствую такое счастье, это не так, потому что «я» остается. Да. Я должно уйти. Кто может испытывать блаженство? Не остается никого, чтобы испытывать блаженство. Никого не остается, чтобы переживать что-либо. Это становится невыразимым вне объяснений. Затем мне задали другой вопрос. Что происходит потом? Я сказал, что вы становитесь более человечным. Что я подразумеваю под этим? Я имею в виду, что ваше сияние расширяется. Вы становитесь вездесущим. Вы становитесь вселенной. Вы понимаете, что вселенная исходит из вас. Она является проекцией истинного «я». Вот что я имею в виду под тем, что вы становитесь более человечными. Вы становитесь любящими, радостными, сострадательными. У вас сами по себе развиваются качества адвайты. Поэтому ваша человеческая жизнь становится бескорестной. Вы больше не думаете о «я», «мне» и «моем». По сути, вы едва ли думаете. Вы просто есть и становиться нечем. Вы просто остаетесь истинным «я». Истинным «я», которым вы являетесь на самом деле. Вы и есть это истинное «я». И больше ничего нет. Люди всегда хотят каких-то инструментов, чтобы с ними работать. И мы всегда из-за этого возвращаемся на относительный уровень. Когда я даю инструменты для работы, нам приходится спускаться на относительный уровень. Потому что у реальности нет инструментов. У реальности нет процессов. На самом деле вам не нужно медитировать. Вам не нужно молиться. Вам не нужно читать мантры. Реальность – это реальность. Вы можете представить, чтобы Бог молился? Кому он будет молиться? Себе? Вы можете представить, чтобы Бог медитировал? На кого он будет медитировать? Поэтому, когда вы занимаетесь всеми этими ритуалами, это ваша так называемая человечность, которая не существует на самом деле, выполняет ритуалы. Ритуалы нужны, чтобы открыть, что вы не существуете. Я вам давал три мантры, четыре принципа и три средства. Если вы это практикуете, то это все, что вам нужно. Этого вам хватит на 20 жизней. Я хочу поделиться с вами еще кое-чем. Но сначала, вы помните четыре принципа? Кто их помнит? Я смотрю на вас, здесь одни новые люди. Кроме Сэма и Хората. Сэм, меня здесь нет? Первый принцип в том, что все является проекцией ума. Второй, что у я нет существования. Оно не рождено. О, что я не был рожден, что я не существую, и что я никогда не умру. Я имею в виду, что так говорит этот принцип. Если вы не существуете, то что вы делаете здесь? Третий, я нет ни в чем, ни в ком. Нет эго, нет причины. И четвертый, давайте немного остановимся на третьем. Это означает, что ничто не имеет причины. В этом мире ни у чего нет причины. Ничто никогда не обретало существование. Ничто не является таким, каким кажется. Это оптическая иллюзия. Ничто не имеет эго. Эго нет. У существования нет основания. Какой четвертый? Четвертый, чтобы познать благородную мудрость, вы должны отвергнуть нереальное. Да. Вместо того, чтобы стремиться к самореализации, отрицайте то, что не является самореализацией. Другими словами, вы смотрите на тело и говорите «не это». Вы смотрите на войну в Ираке и говорите «не это». Вы смотрите на президента Буша и говорите «не это». И продолжайте. Вы смотрите на свое тело, свои переживания «не это». И когда вы все отвергли, то что останется, и есть истинный «я». То есть мы идем в обратном порядке. Мы не пытаемся стать реализованными. Мы пробуем устранить тучи, которые указывают на то, чем мы не являемся. И тогда мы снова будем сиять. Это хорошо. Теперь три средства, с которыми вы пересекаете океан самсары. Джей. Первое – это бревно. Что? Бревно. Бревно. Что вы имеете в виду? Какое первое? Быть одному. Желание быть одному, чтобы практиковать. Откуда появилось бревно? Бревно одинокое. А, понятно. Я просто так сказал. Мне был нужен санскритский термин, вы его никогда не давали. Для чего вы хотите санскритский термин? Я подумал, что, возможно, это лучший способ. Вы говорите по-английски? Когда говорится на санскрите, это больше впечатляет. Нет, здесь даже больше. Как бы вы описали садху-сангху или сатсанг? Как ее описать? Тишиной. Да, но как вы ее опишите тем, кто хочет иметь что-то, за что можно ухватиться? На простом английском языке. И сатсанг? Конечно. Что такое сатсанг? Пребывание в сад. Пребывание в реальности. Я думаю, что мы можем объяснять по-разному. Не совсем. Если мы не знаем санскрит, то не должны. Мы должны говорить на тех языках, которые знаем. Как русский. Ладно. Итак, первое средство – это интенсивное желание быть наедине с собой большую часть времени. Когда вы наедине с собой, то можете больше работать над собой. Вы должны радоваться, когда вы одни. Вам нужно смотреть в себя. Когда вы наедине с собой, у вас есть больше возможностей быть на связи с безграничным, чем когда вы с людьми. Поэтому человек на таком духовном пути, как этот, жаждет того времени, когда он сможет побыть один. И он по-настоящему погружается в себя. Какое второе средство? Вы знаете, я кое-что подумал по поводу первого средства. Для человека, который часто бывает один, который действительно практикует и часто бывает наедине, на это можно посмотреть по-другому. На относительном уровне мы одиноки в этом мире. Я говорю относительно. Когда вы с людьми на относительном уровне, вы одиноки. Вас никто не будет цеплять. Вас не будет заботить их отношение к вам. Или на вас не будет влиять то или это. И, конечно, на абсолютном уровне мы ничем не отличаемся. То есть мы все одно. Но на относительном уровне имеет место одиночество с людьми. Это хорошо. Но на самом деле, когда дело доходит до практики, большинство людей отвлекаются на других. И они могут больше извлечь из этого, когда они наедине с собой. То есть первое средство условно? Не совсем. Не совсем. Но для большинства людей это так. Тогда второе средство это сатсанг. Да, второе средство – это сильное желание пребывать на сатсанге. Приходить на такие встречи, как это. Глубокое ощущение, что тебе хочется скорее этого, чем сходить в кино, в боулинг, съехать на своей машине с края пропасти или что-нибудь еще, что вы хотите сделать. У вас есть сильное желание приходить на такие занятия, как это. Что-то открывается в вашем сердце. На самом деле, подумайте, что вам нравится делать больше всего. Смотреть телевизор, читать комиксы, ходить в кино, проводить время с друзьями, с вашими бесценными друзьями. Что вам действительно нравится делать? Будьте честны с собой. Если для вас лучше это приходить на сатсанг вроде этого, тогда ваше сердце раскрывается, и это прекрасно. Но не принуждайте себя, не обманывайте себя. Лучше, когда вы наедине работаете над собой, и чувства придут сами по себе. Какое третье средство? Сопровождать своих сверстников или сатсанг. Хотеть быть в обществе мудреца или ваших товарищей по духовности. Иначе говоря, если у вас есть друзья, то вы хотите, чтобы они были на том же пути, чтобы они могли помогать вам, а вы могли помогать им. Нет смысла общаться с человеком, который вводит вас на порнофильм. Разве что это тоже поможет вам просветлеть, я не знаю. Но обычно вы хотите находиться с людьми такими же, как вы. Кстати, кто-то сказал, кто-то действительно однажды мне рассказывал, что они ходят и смотрят порнофильмы, потому что опять становятся просветленными. Их сердца раскрываются. Мне нравится говорить об этом. Итак, какое четвертое? Четвертое должно быть поправкой к третьему, на тот случай, если вы слишком привязаны. Я понял. Четвертого нет. Тогда возникает вопрос. Какой вопрос? А что, если человек слишком привязывается к сатху? К тому, чтобы иметь сатху-сангху, или быть с определенными сатху, или к своему учителю? Это дело учителя, позаботиться об этом. Правда? Конечно. Сделай так, чтобы вы стали непривязанными. Смотрите, как привязана собака. Она никогда не приходит к хозяину. Она приходит ко всем остальным. Вы ее кормите? Да, конечно. Кормлю ее, ласкаю ее, вожу ее на прогулку. Вы любите эту собаку так же сильно, как вы любите других собак? Больше? Больше? Вау! Это собака номер один. Сейчас мы поделимся с вами тремя насущными вопросами. И снова это кое-что, с чем вы можете работать. Я думаю, это очень важно. Первый вопрос, который вы ставите, когда утром открываете глаза и встаете с кровати. Второй вопрос вы ставите примерно в полдень. И третий вопрос, перед тем, как лечь спать. Если вы будете работать над этими тремя вещами, то увидите, как быстро это дает результаты. Первый вопрос, который вы задаете, «Откуда появилась я?» И помните, что вы делаете это утром, как только открываете глаза. До того, как вы подумаете о чем-либо еще, даже до того, как ваш ум начнет думать. Задайте три раза себе вопрос, «Откуда появилась я?» «Откуда появилась я?» Затем спросите, «Что я под этим имею в виду?» «Откуда появилась я?» «Я имею в виду свое тело?» «Я только что сказал «имею в виду». То есть я должен иметь в виду, откуда появилась я, откуда появилась я, Откуда появилась я? Не мое тело, а я, которое кажется моим телом. Откуда появилась я? Вы размышляете об этом и ожидаете. Затем вы повторяете это снова. Откуда появилась я? Я знаю, что спал. Мне снились сны. И теперь я проснулся и заметил, что каждый раз говорю я. Я спал. Я видел сны. Я проснулся. Теперь откуда появилась я? Откуда появилась я? Я – это первое местоимение. Я чувствую себя счастливым. Я грустный. Я больной. Я здоровый. Это всегда я. Что это означает? Я замечаю, что все это привязывается к я. Иначе говоря, я ничего не могу увидеть, пока сначала не поставлю я. Я хочу стать реализованным. Я не реализованный. Мне нужен учитель. Мне не нужен учитель. И так далее. Вы начинаете чувствовать, что вся Вселенная привязывается к я. Все. Поэтому вы говорите себе что-то вроде «это означает, что если я найду источник я, тогда все мои проблемы, мои ошибки, моя карма, мои самскары – все исчезнет. Потому что все это привязывается к я». Тогда вы можете повторять «я-я», «я-я», как мантру. Я-я. И все это время вы осознаете, что идете все глубже и глубже в «я». Снова это точно так же, как держаться за веревку и опускаться к источнику. «Я-я» – вы никогда умственно не доходите до конца веревки. Конец или источник должен прийти сам по себе. Другими словами, не говорите «я пришел к источнику». Потому что, как я вам объяснял ранее, вы не можете сказать «я пришел к источнику», если вы к нему пришли, потому что «я» уйдет. Все привязывается к «я», и вы просто идете все глубже и глубже, говоря себе «я-я», 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 «я-я». Продолжайте так, пока не почувствуете, что больше не хотите. Затем одевайтесь и занимайтесь своими делами, и забудьте об этом. Только не приходите никаким заключением. Это худшее, что вы можете сделать. Заключение приходит само по себе. Просто выполняйте практику. Есть вопросы до этого момента? Хорошо, теперь о полдне. Это не должно происходить точно в полдень. Не синхронизируйте свои часы. Но примерно в это время, когда вы как бы вовлечены в мир. Вы можете работать или мыть посуду, или кастрюли, или сковородки. Вы можете смотреть кино, или делать то, что вам нравится. Не забудьте сделать это. Вы задаете себе вопрос. Откуда появилась эта вселенная? Откуда появилась эта вселенная? Откуда появилась эта вселенная? И начинайте размышлять об этом. Планеты, галактики, звезды, земля, черви, животные, птицы, трава, деревья. Откуда все это появилось? Кто это видит? Я это вижу. Мир. Опять мы возвращаемся к Я. Когда я сплю, что происходит со Вселенной? Кажется, что она исчезла, но я же все равно существовал. Когда я проснулся, мир появился снова. И так кажется, что я переживаю мир. Я переживаю Вселенную. Мы возвращаемся к Я. Это значит, что Вселенная – это проекция, проявление моего ума. Потому что, когда я закрываю свои глаза, она исчезает. Должно быть, это я проецирую Вселенную. Поэтому снова, если я избавлюсь от Я, Вселенная также уйдет. Потому что Вселенная существует только потому, что существует Я. Вам это понятно? И снова вы начинаете созерцать Я. Вы говорите себе Я-Я. Я-Я. Вы говорите это по той причине, что когда вы повторяете Я-Я, Я-Я, то сжимаете всю Вселенную, включая свое тело, которое исчезает, до тех пор, пока не останется только Я. Это словно вы зажигаете огонь. Вы бросаете в огонь все хворостинки, все листья, все дрова. Все попадает в огонь. Но у вас остается палка, которой вы мешаете огонь. В конце палка тоже должна сгореть. Палка представляет собой Я. И так все является проекцией вашего ума, привязано к вашему Я. Вы говорите «Мой ум», «У меня есть ум», «Я привязано к уму». Если вы избавитесь от ума, Я уйдет вместе с ним, и у вас не будет ума. Нет ничего, с помощью чего можно думать и сводить себя с ума. И так вы начинаете практиковать. Я-Я, Я-Я, так долго, как получится. Не делайте никаких заключений. Заключение придет само по себе. Теперь приближается вечер. Вам пора спать. Вам не нужно принимать позу для медитации. Вы можете лечь или можете сидеть где угодно. Вы можете гулять, стоять, делать то, что вам нравится. Вы задаете себе вопрос. Откуда появился Бог? Мы все подсели на Бога. И некоторые из присутствующих думают, что так говорить о Боге – это богохульство. Все же вы должны исследовать. Откуда появился Бог? Затем вы начинаете понимать, что когда я был маленьким, меня научили Богу в религии. Католицизме, протестантизме, иудаизме, исламе и так далее. Но был ли у меня непосредственный опыт Бога? Откуда я знаю, что это правда? Откуда появился Бог? Бог. И так должно быть, Бог – это предвзятая идея. Должно быть, Бог – это концепция ума. Вы говорите, даже сейчас, пока я обсуждаю это с собой, у меня есть страх, приходящий изнутри из-за богохульства. Мне сказали, что Бог реален, поэтому это становится богохульством, когда я так говорю о Боге. Но я хочу знать, откуда появился Бог. Затем вы снова начинаете созерцать. Бог появляется из моего ума. Бог – это идея, концепция, которую я не понимаю. Вы говорите, я верю в Бога, я думаю о Боге. Но это моя концепция. И так снова возвращайтесь к «я». Вы понимаете, что Бог также привязывается к «я». Можете себе такое вообразить? Бог привязывается к «я». Подумайте об этом. Если бы вы не осознавали ощущение себя, вы бы ни во что не поверили. Потому что вы должны сказать «я верю в Бога», «я верю в Аллаха», «я верю в Иегову». «Я». Опять «я», «я», «я». Если «я» нет, тогда кто будет верить? Мы снова возвращаемся к «я». И вы снова должны отслеживать «я» нить до ее завершения. Идея в том, чтобы осознать, что Бог привязывается к «я». Вы не пытаетесь избавиться от Бога. Вы превосходите «я», и Бог уходит вместе с ним. И так вы говорите «я-я», «я-я», «я», то же самое. И Бог начнет исчезать, потому что будет исчезать «я». И когда все это исчезнет, что останется? Абсолютная реальность. Чистая разумность. Абсолютное осознавание. Конечное единство. И вы будете свободными. И так это и есть три насущных вопроса. Если вы будете это практиковать, то увидите быстрые результаты. Есть вопросы? Касательно номер два. Скажем, Рамана бы спал, и кто-то засунул бы его ногу в гнездо шершней. Как вы думаете, он бы проснулся физически? Нет. Если вы говорите о Рамане, у него были такие переживания, когда он был мальчиком. Когда он пошел спать и не мог проснуться. Его друзья брали его, выносили из кровати, тащили на гору и били. Он ничего не чувствовал. И когда он просыпался, они смеялись. То есть у него были проблемы с просыпанием. Для Джняни просыпаться это проблема? Нет, это не проблема. Дело в том, что нет разницы между бодрствованием и сном, смертью и рождением. И это одно и то же. Джняни пробужден во время сна. Материальный мир спит, а Джняни так же функционирует в мире, как во сне. Но он всегда пробужден. То есть у него не было бы проблем с этим. Что определяет, будет ли Джняни согласно чьей-то точке зрения пробужденным или спящим? Это просто карма или это... С чьей-то точке зрения будет согласно их собственной карме. Вы видите, обыкновенный человек видит, то, что позволяет ему карма. Так вы делаете выводы. Вы говорите, это правильно, а это неправильно. Это хорошо, а это плохо. Это так, а это так. Все это имеет отношение к карме. Когда кармы нет, есть только один судья. И это истинное я, всеприсутствие. Все становится истинным я. Все становится Джняни. Джняни сам является всеприсутствием. Что вы подразумеваете под всеприсутствием? Я имею в виду, что он присутствует везде одновременно. При любых обстоятельствах везде? При любых обстоятельствах повсюду. Джняни есть само сознание. Оно есть везде. Оно неделимо и содержит само себя. То есть Джняни осознает, что он сознание, которое содержит себя в себе. И все есть истинное я. И я есть то. Я есть еще одно имя сознания. Тогда все формы этих сущностей уже растворились. Все это сознание. Тогда нет отдельных форм. Отдельных форм нет. Но Джняни словно зеркало. Изображение всех людей в мире в этом зеркале – это изображение. Только Джняни осознает, что он зеркало, и что все, что сияет через него, является изображениями. То есть он есть и в изображениях, и в зеркале. Но если вы попробуете схватить изображение, то схватите зеркало, потому что на самом деле изображений нет. Изображений не существует. Таким образом, Джняни все время осознает это. Неважно, спит, пробужден или еще как. Это просто фантомное явление? Фантомное явление? В каком-то смысле, это просто изображение. Они исходят из самого Джняни или из сознания. Они как ничто, они нигде не расположены. Ничто нигде не расположено, это правда. Ничего не существует. Даже изображения не существует. Существует только чистое сознание. Можете ли вы сказать про Джняни, что они действительно будто бы говорят о чистом сознании, но это невыразимо? Верно. Для того, чтобы объяснить, мы говорим об изображении. Например, вы все смотрите на меня. Если я спрошу у каждого из вас, что вы видите, то получу 12 разных ответов, потому что вы рассказываете мне о себе. Куда бы вы ни посмотрели, вы можете видеть только себя. Это все, что вы видите. И нет никаких систем координат ни в пространстве, ни во времени? Время и пространство не существует. Кажется, что не существует. Есть только одно. Все это сжато. Но во сне кажется, что оно размножено. Одно кажется разделенным на множество. Но это сон. Поэтому зачем об этом говорить? Даже если я не знаю об этом, что бы я не видел, я вижу только себя. Да, видите себя, да. Тогда может быть предвзята идея, что видение отличается от того, что вы говорите? Это из праравдха карма. Вы накопили все эти самскары. Поэтому аджняни видят все это посредством оценок мира. Это дает ощущение, что видящий отличен от того, что видится. Да. Потому что вы все это повсюду несете с собой. Верно. Это второй принцип, о котором вы говорили, что мы на самом деле являемся миром, так как он проявляется. Вы имеете в виду третий принцип? Первый или второй, я не помню какой. Сегодня мы в стрессе, потому что мы проецируем мир стресса, и он возникает перед нами. Я оделась в мир. Поэтому не пытайтесь изменить мир. Измените я. Выйдите за пределы я. И мир уйдет. Потому что мир привязывается к я. Итак, видящий отличен от видимого только на одном уровне. Но на другом уровне видения нет. То есть оно не отличается от видящего. И видящего нет. Есть только сознание. Это также применимо к я, который пытается наблюдать за я. Или если я обнаруживаю, что наблюдаю за я, оно не становится безличностным, и все равно остается я, который занимается смотрением, и оно не исчезает. Вы должны задавать себе вопрос, кто смотрит. Зал-зеркал? Да. Это когда и объект, и я уходят. Однажды, Роберт, вы объясняли, что на самом деле нет двух я, это только одно я, истинное я. Да. Высший принцип, который не отождествляется с телом, вроде как верит. Я привязывается к вашей системе убеждений. Правильно, но я только одно, нет двух я. Есть только одно я, но при самом последнем анализе это тоже должно уйти. Верно, потому что это все равно концептуально. Да. При самом нижнем анализе есть два я. Да. Смотрите, была одна собака, она была я, а потом она превратилась во множество. И как только у кого-то появился пистолет, собак не будет. Вы бы не могли подать мне стакан воды? Пожалуйста. Какое впечатление все это производит на тебя, Сэм? Можно ли сказать, что самый быстрый путь – это какое-то время быть тишиной? О, да. Если бы можно просто посидеть в тишине? Это лучший путь. Потому что концепции уходят, идеи уходят. Но можете ли вы сидеть в тишине? Вот в чем вопрос. Да, но я говорю о том, делал ли так кто-нибудь? Это оно. Все обращается в тишину. Все просто есть, даже тишина не существует. Можно ли теоретически сказать, что если чей-то ум сильно блуждает, у человека много мыслей, то сложно сидеть в тишине? Даже если делать это, даже если сидеть неподвижно в тишине, разве это не позаботится само о себе через какое-то время? Помогает все, только на это может потребоваться тысячи лет. Но когда вы говорите «я-я», то идете к тишине. Вот в чем вся идея. Вы говорите «я-я», откуда появилось «я», 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 и вы заметите, что промежуток между «я-я» становится все больше и больше, пока автоматически вы не перестанете говорить «я-я». И тогда вы в настоящей тишине. Вот так вы приходите к этому. Но слегка наивно думать, что обычный человек может просто сесть и быть тихим. Не может. Потому что мысли очень сильны. Мысли не позволят ему сидеть неподвижно. Поэтому я даю вам практики. Чтобы у вас был инструмент для работы, и вы могли что-то делать. Разве проблема не заключается так же и в том, что люди думают, что они в состоянии безмыслия, когда это на самом деле не так? Им нужно что-то, чтобы выйти за пределы этого состояния. Чтобы прийти к настоящей тишине. Конечно, это правильно. А что по поводу того, чтобы просто продолжать это, неважно, чем ты занимаешься, в течение всего дня, чем отдельно заниматься этим несколько раз в день? Если вы можете справиться, это здорово. Но вначале не стоит быть фанатичным. Вы должны все как бы сбалансировать. Это приведет к той же цели. Из опыта работы с людьми я нахожу, что если взять среднего человека и сразу же начать делать это 24 часа в сутки, он может сойти с ума. Они у вас сходили с ума? Иногда это хорошо. Или же они просто сдавались и возвращались в мир? Да. И больше не пробовали вести духовную жизнь. Вы должны делать так, чтобы все было сбалансировано. Я пытался заниматься этим годами, но я понял, что не способен. Просто каждый раз, когда я могу, то думаю об этом. Я продолжаю думать, что должен быть способен делать это 24 часа в сутки, потому что я знаю, что это сработает. Вообще не думайте. Не будьте суровы с собой. Любите себя немного больше и фокусируйтесь на истинном «я», когда можете. Но не будьте суровы и делайте это простым. Не стоит иметь чувство «я» должен этим заниматься. Все произойдет само по себе, если вы ему позволите. Часть моего ума знает об этом, другая часть не может остановиться. Тогда вы должны задать себе вопрос, кто так чувствует, кому приходят такие чувства, и отслеживать это. Вы можете возвращаться сразу к «я». Вы работаете с «я». Отслеживайте «я» нить к сердцу, и вы станете свободными. Мягко, постепенно. Вы знаете, Генри, какой стул мне нужен? Мне нужен стул помягче, чтобы я мог погружаться в него, с подлокотниками по длине. А что по поводу подушек? Обычный разговор и смех. Если вы практикуете эти принципы, все, что я вам дал, то действительно быстро увидите результаты. И это работает. Но вы должны делать это. Вы должны сделать так, чтобы это происходило. Я не могу сделать это за вас. Я могу привести вас к золотому прииску, но копать вы должны сами. Эти три, по сути, одно и то же. Отслеживать «я» до его источника. По сути, они одно и то же. Да. Бог, Вселенная. Что? Кто-нибудь еще? Истинный «я», Бог. Да. И это одно и то же. Весь фокус в том, чтобы осознать, что вся Вселенная, Бог и все остальное, привязываются к вашему «я». И когда вы позволяете «я» отправиться в сердце, «я» исчезнет. И вы сияет чистая реальность. Сердце – это источник света. Сердце – это источник. Где оно расположено? Где исчезает «я»? С правой стороны груди. Мы не говорим о физическом сердце. Мы говорим о духовном сердце. Мы говорим о чакрах. Мы говорим о сердце с правой стороны груди. Это единственная точка отчета. Когда я медитирую, то пытаюсь обнаружить сердце с правой стороны груди. Я всегда ищу сердце с правой стороны. Это правильно? Да. Но не пытайтесь найти его. Просто станьте им. Вы есть сердце. Это вы. Сердце – это истинное «я». Оно только называется сердцем, как указатель. Это связано с тем, что этот указатель быстрее приводит к пробуждению, если вы фокусируете внимание таким образом. То есть нужно фокусировать свое внимание на нем? Да. Да? Да, с правой стороны. Вы уверены, что оно с правой стороны? Мне кажется, что оно в центре. Генри, если вам нравится в центре, наслаждайтесь. Но во всех духовных учениях духовное сердце находится с правой стороны. Будь вы правшой или левшой... Это правда. По сути, это хорошее замечание. Когда вы говорите что-нибудь наподобие «кто я?», куда вы указываете? На правую сторону. Даже если вы левша. Даже если вы левша. Вы указываете на правую сторону груди. Каждый раз, когда вы говорите о себе, вы всегда указываете на правую сторону груди. Вы указываете на свое духовное сердце, на свое истинное «я». Это ваше настоящее «я». Я бы хотел поговорить о сатвической еде на духовном пути. Сатвическая еда приходит к вам автоматически, когда вы думаете о «я». Когда вы практикуете джняно-маргу, то автоматически будете знать, что есть. Но сатвическая еда всегда самая лучшая. Она состоит из фруктов, овощей, зерновых и немного молока. Это всегда самое лучшее. Но на этом пути мы не обсуждаем йогу слишком много. Как спать, что есть. На самом деле нет ничего обязательного, кроме избавления от «я». На пути избавления от «я» все остальное будет приходить автоматически. Вас будет тянуть к правильной еде, к правильным людям, к правильной работе, к правильному действию. Все позаботится само о себе, когда вы сфокусируетесь на «я». Посмотрите, как счастлива собака. Думает ли собака о «я»? Собаке не о чем думать. Собака просто существует. Она не знает, что она собака. Это мы знаем. «Прямо сейчас она не думает о «я»?» Не совсем. Она просто существует. «Вы ничего не желаете?» Обращается к собаке. Нас захватывает наше мышление и наши эмоции. У нас нет времени, чтобы стать свободными. Поэтому секрет в том, чтобы замедлить ум. Удерживать ум от мышления. Иначе говоря, когда ваш ум начинает думать, ловите себя. Каждый раз, когда ваш ум начинает думать, ловите себя. И вы можете задать вопрос, кому приходят эти мысли. Или вы можете быть свидетелем своих мыслей. Или вы можете поменять мысли на мантру и сказать «кто я?». Или то, что мы обсуждали сегодня вечером. Но любыми средствами делайте что-нибудь, чтобы не давать себе думать. Включает ли это рабочее мышление? Мышление, которое необходимо, чтобы выполнить задание? Да, в связи с тем, что ваше тело будет выполнять задание гораздо лучше, когда вы не думаете. Вы будете знать, что делать. Ваш ум станет однонаправленным на задание. И вы будете выполнять это задание гораздо лучше. Вы не думаете о задании. И все же что-то внутри вас будет точно знать, что делать. Но когда человек думает о задании, то думает что-то в таком роде. А что, если не сработает? А что, если я сделаю ошибку? А что, если произойдет это или другое? В то время как, если вы ничего не думаете, что-то возобладает, и задание станет более красивым для вас. Вы находите себя в моменте, центрированным и в моменте, где не существует пять минут назад и пять минут потом. Вы становитесь центрированным в сейчас. Тогда вы можете выполнить задание правильно. Является ли свидетель мыслей еще одной мыслью? Да, это еще одна мысль. В конце вы должны от нее избавиться. Это как палка, о которой я рассказывал. Вы разжигаете огонь и бросаете все в огонь, чтобы сгорел. Но палка – это свидетель. И когда все сгорает, палку вы тоже выбрасываете. Палку, которую вы используете, чтобы перемешивать дрова? Да, чтобы перемешивать дрова. Все должно уйти. Включая свидетеля. Включая свидетеля. Потому что, в конце концов, кто такой свидетель? Откуда появился свидетель? Это просто сознание, которое функционирует само по себе. Если бы это было сознание, тогда не было бы мысли о свидетеле. Или же свидетель – это не мысль? Кто-то же должен думать о том, чтобы быть свидетелем? Никто. Тогда вы не можете свидетельствовать. Нет никого, чтобы знать? Больше нет свидетельствования. Больше нет свидетельствования как такового? Свидетельствование должно уйти. Потому что, когда есть только свидетельствование, тогда вы говорите «я свидетельство». Не «я», просто свидетельствование. Тогда это хорошо. Тогда свидетельствование – это действительно истинное «я». Если доходите до этого, то можете называть это, как вам нравится. Вы можете называть это свидетельствованием. Вы можете называть это сознанием. Вы можете называть это абсолютным сознанием. Все это одно и то же, пока нет «я». Ученик спрашивает про техники воображения для искусства, которые он практикует. Будет ли иметь растущая тишина, которую он испытывает сейчас, влияние на эти техники? Посмотрите на это так. Ваше тело пришло на эту землю, чтобы заниматься определенной работой. И ничего не может отклониться от того, для чего оно сюда пришло. То есть, ваше тело будет заниматься той работой, для которой оно сюда пришло. Это не имеет к вам никакого отношения. Поэтому, если вы должны быть хорошим артистом или великим актером, вы это совершите. Но вы будете молчать об этом. Тишина – это ваша настоящая природа, ваша истинная природа. Однако, вы будете выполнять все лучше, чем вы выполняли раньше. Для вас все будет лучше. Но вы не деятель. Вы просто должны избавиться от понятия, что я деятель. И это должно уйти. Оно не имеет к вам никакого отношения. Вы не деятель. Вы – истинный я. Но все же ваше тело будет заниматься тем, для чего оно сюда пришло. Но ваше тело – это не вы. Поэтому не беспокойтесь об этом. Произойдет то, что нужно. Оно проявится как большая ответственность при творении. Да, если это то, что должно быть. Иначе, говоря, что бы ни должно было выполнить ваше тело на этой земле, оно выполнит это без вашей помощи. О, Роберт, у меня есть проблема с мыслями. В конечном счете, мысли – это проявление истинного я. Я не знаю, ошибаюсь ли я, если это тот случай, когда мысли, по сути, не двойственны. Двойственность появляется только тогда, когда есть кто-то, кто считает, что он думающий. То есть мысли, по сути, как в случае джняни. У него есть мысли, но нет никого, кто об этом думает. Я вижу это таким образом. Истинное я содержит себя в себе. И на самом деле оно не проявляет мысли. Начнем с этого. Мысли – это иллюзии. И, как вы сказали, у джняни есть мысли. Но мысли джняни больше не приносят кармы. Они совершенно не беспокоят джняни. У них нет никакой ценности для джняни. Мысли приходят очень легко, очень медленно. Они приходят и уходят. Приходят и уходят. Нет постоянной мысли. Но мысли не приходят из истинного я. Истинное я – это истинное я. Кажется, что они приходят из истинного я. Точно так же, как кажется мир, кажется тело, кажутся мысли. Поэтому, когда вы отслеживаете я, так как я сказал в начале, вы осознаете, что мысли и тело привязаны к я. Когда я уходит, уходит все. Мысли уходят, и все уходит. Поэтому не пытайтесь остановить свои мысли. Избавьтесь от я, который думает мысли. Вы видите разницу? Каждый раз, когда я говорю, что вам нужно перестать думать, я имею в виду словить я, который думает. Найдите источник я, который думает, и мысли сами по себе остановятся. И разница между этими мыслями в том, что одни что-то заявляют, а другие нет. Что-то заявляют? Да, заявляют, что я что-то сделал. Вы должны осознать, я не деятель. Когда такие мысли приходят, задавайте себе вопрос. Кому они приходят? И они будут исчезать. Вы это имеете в виду? Нет, потому что я говорил о мыслях джняни, что у них другие мысли. Я так воспринимаю. Что такие мысли не заявляют о делании. Теперь я вижу, что вы имеете в виду верно. Это верно. А другие мысли содержат заявление о делании. Да. То есть есть разница между мыслями, которые заявляют что-то, и нет. У джняни вообще нет привязанности к своим мыслям. Они ничего не значат. У них нет ценности. Другой вопрос, который у меня есть, такой. Я не говорю о себе, но представим человека, который хотел бы взять карандаш и набросать натюрморт. Он входит в связь между несколькими объектами в натюрморте и полностью концентрируется на нем в тишине и соединяет их вместе. В какой-то мере я всегда чувствовал, что такой человек существует на протяжении небольшого периода времени. И когда он откладывает карандаш в сторону, то впадает обратно в обыкновенное сознание. То, о чем вы говорите, это похоже на написание натюрморта, за исключением того, что нет карандаша. А все объекты и все, что вы связываете, это будто бы вы связываете, скажем, с натюрмортом. Это хороший способ посмотреть на это. Да, это хорошая аналогия. Есть только одно сознание. И что бы ни появляло в сознании, это изображение. Это становится все больше и больше, как натюрморт. Как натюрморт. И когда вы осознаете, кто вы есть, то осознаете, что вы есть сознание, а не натюрморт. И натюрморт становится иллюзией. Натура есть, но вы осознаете, что она нереальна. Вы осознаете, что все есть нереальность. Оно существует, как изображение в истинном «я», как изображение в зеркале. Кажется, что они существуют. Но вы не можете ничего с ними сделать. Потому что если вы попробуете схватить их, то схватите зеркало, а не изображение. Сознание точно так же. Когда вы пытаетесь что-либо ухватить, вы обнаруживаете, что это иллюзия. Оно не существует. Существует только сознание. Например, все, что находится в комнате, кажется реальным. Это часть сна, это часть иллюзии. Когда вам снится сон, то снится, что все существует. Существует мир, существует Вселенная, существуют люди. И вы переживаете разные периоды, проблемы и заблуждения. Но потом вы просыпаетесь, и все ушло. Когда вы пробуждаетесь, то смеетесь, потому что осознаете, что все это был сон. И существует только истинный я. И вы есть то. А но когда вы говорите, что сознание существует, это взгляд с относительной точки зрения. Само по себе сознание не имеет чувства «я существую». Конечно, вы правы. Но чтобы это объяснить вам, нужно использовать какие-то слова. Сознания нет, существования нет, истинного «я» нет. Тогда давайте помолчим. Джордж На прошлой неделе мы говорили о карме, и вы сказали позволять телу делать то, что оно должно делать. Тело пришло сюда, чтобы что-то сделать. Так что позвольте ему делать то, что оно должно делать. Это карма. Но вы говорите, что карма – это абсолют. Например, если у вас происходит глубокое озарение, и вы видите это, у вас что-то совершенно изменилось. Это меняет вашу карму. Это меняет вашу иллюзию. Также, пока существует «я», существует карма. Единственное время, когда не существует карма, и больше нет никаких изменений. Когда вы избавляетесь от понятия «я». Я понимаю, но если у вас происходит сильное озарение, то, что вы видите, стирается, вас нет. Это изменяет направление, по которому вы идете. Но должен быть кто-то, чтобы видеть. Кто видит? Никто. Как это «что-то» может видеть? Никто не видит. Должен быть объект и субъект. Кто-то должен видеть. Должен быть и один, и другой. Потому что, пока вы видите что-то, должен быть и субъект, и объект. Когда и то, и другое соединяется, тогда это сознание. Когда больше нет видения, есть только бытие. Это то, что происходит после видения. Что-то, чтобы видеть, озарение. Есть только бытие. Но ваше тело не имеет никакого отношения к этому. Видимость вашего тела будет продолжать делать то, что она должна делать. Все равно это, скорее всего, изменит направление, в котором вы идете и становитесь блаженным. Это возможно. Также, что касается милости, самой милости. Милость сама по себе тоже может изменить течение этого. У вас уже есть милость. Когда вы осознаете свою милость, вещи никогда не могут быть кармическими. Милость превосходит карму. Те люди, которые не знают о милости, которые они переживают, это также меняет направление хума. Ваша жизнь и так всегда меняется. Но вы не имеете к этому никакого отношения. И это связано с кармой. Когда вы избавляетесь от понятия «я», все изменения прекращаются. Вы больше не осознаете перемены. Когда вы считаете «я существую», тогда вы осознаете изменения. Поэтому не беспокойтесь об изменениях. Если вы сами видите и можете устранить свое чувство «я», тогда все само о себе позаботится. Избавьтесь от чувства «я», ощущения себя. И все остальное позаботится само о себе. Это облегчает жизнь. Потому что вы не должны сами делать какие-то изменения. Делайте то, что вы должны делать. И все остальное само о себе позаботится. Я понимаю. Мы слишком много беспокоимся о людях. Я не беспокоюсь о людях. Я просто привожу свою точку зрения. Многие люди пытаются понять себя, но они слишком запутались. Кто это знает? Так они наслаждаются своей жизнью. И это никогда не случается с ними. Они должны пройти через то, что приходит. И вы говорили об абсолютизме кармы. Кто осознает эти вещи? Я. Откуда появляется «я»? Избавьтесь от «я» и все это прекратится. Работайте над «я». Я не могу сказать, что я с этим не согласен, но я просто говорю об абсолютности кармы, обсуждая это. На относительном плане абсолютность кармы – это правда. На относительном плане. Но, скажем, кто-то встречает великого святого, и святой одаривает вас благословениями, и ваша жизнь изменяется. Это потому, что вы подготовили себя к встрече с святым. Я понимаю, но все же, что бы ни происходило, это не карма. Есть одно прекрасное высказывание, которое сказал Рама Кришна. Касание милости может изменить курс вашей жизни. Это правда, когда это случается. Но вы подготовили себя к этому. Некоторые школы мысли считают, что получение милости относится к вашей карме. То, что вы говорите – это правда. Но вы подготовили себя к этому в одной жизни или в другой. И теперь такова ваша карма – получить эту милость. И теперь это принесет абсолютно другой смысл, что в действительности нет бесплатной кармы. Она как-то зарабатывается. Нет, милость бесплатная. Остальное – это иллюзия. Карма – это иллюзия. Милость – это самореализация. Оставайтесь в «я» и все само о себе позаботится. Это важный момент. Почему мы хотим быть замешанными в стольких разных учениях? Просто следуйте своему собственному «я». Найдите его источник, и все придет само по себе. Мы должны перестать так много думать. Мы думаем и думаем, думаем и думаем. Как это работает, как то работает, почему это работает. Станьте проще. Не будьте такими интеллектуальными. Чем глупее вы выглядите, тем лучше. Месяц назад мне довелось почитать Раману. Несколько стихов на ту же тему. Об идее стрелка и стрелы. Я пытаюсь понять это. Стрелок и стрела. Что с этим происходит? Вы не говорите о карме? У меня такое чувство, что каждый момент, где стрелок достигает цели, это тот момент. Он более стерильный. Три коротких страфы. Я стрела, мчащаяся рядом, не озабоченная, несомненно. Я стрелок, будучи истинным, несомненно. Я цель, ждущая возвращения, несомненно. Если это вам помогает, хорошо. Это хороший стих. Если он лично вам помогает, это хорошо. Он говорит о каждом моменте в творении? Да, это хорошая аналогия. Главное, чтобы это помогало. Тогда это хорошо. Но не усложняйте. Смотрите, тело будет заниматься тем, чем оно должно заниматься. Но вы не есть ваше тело. Поэтому вы не имеете к этому никакого отношения. Ни о чем не беспокойтесь и возвращайтесь к «я». И задавайте себе вопрос. Кто испытывает это? Кому это приходит? Например, когда я вернулся из Индии в 1985 году, то собирался жить в уединении в деревянном домике в Мариевиле и провести остаток своей жизни наедине, выращивая свою собственную еду. Но вместо этого у меня начались какие-то проблемы с нервами. Как это произошло? Какое я имел к этому отношение? Никакого. Вместо этого я теперь в Лос-Анджелесе провожу встречи. У меня нет желания заниматься подобными вещами. Это просто произошло. Но я не имею к этому никакого отношения. Моя истинная «я» всегда радостно сияет. Блаженство, радость, абсолютная реальность – это действительно «я». А все остальное, что вы видите, – это ваши проблемы. Я вижу мой мир! Есть медитация, которую вы можете практиковать. Используйте эти инструменты, если должны. Они работают и производят изменения. Сядьте поудобнее. Закройте глаза и уберите все, что мешает. Сделайте 10 глубоких диафрагминов вдохов. Вдыхайте через нос, растягивайте брюшную полость. Выдыхайте через нос и рот и сжимайте брюшную полость. Медленными движениями. 10 глубоких вдохов. Медленный и мягкий. Это чтобы расслабиться. Теперь дышите нормально. Теперь вы начинаете практиковать випассана-медитацию недолгое время. Вы осознаете ваше дыхание, чувствуете ощущения в вашем теле. Дышите нормально. Осознавайте свое дыхание и ощущения в вашем теле. Игнорируйте ваши мысли. Какие бы мысли ни приходили к вам, будьте наблюдателем, свидетелем. Игнорируйте их. Аудиозапись резко заканчивается. Продолжение следует... Продолжение следует...